Для первого зарубежного визита он выбрал Москву. Ли Шанфу, недавно назначенный министр обороны Китая. Его принял не только Сергей Шойгу, но даже президент Владимир Путин. К этой встрече на Западе было приковано большое внимание из-за всё более активных слухов о поставках оружия Пекином в Москве. Путин и Ли Шанфу обменялись любезностями, заявили о крепкой российско-китайской дружбе, но не сказали никакой конкретики. По крайней мере, публично ни о каких поставках оружия речи не шло. Хотя Владимир Путин акцентировал на росте военного сотрудничества России и Китая. По всем направлениям идёт очень хорошее развитие отношений в экономике, в социальной, в культурной, в образовательной отрасли. Ну и по линии военных ведомств мы работаем также активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия. Несколько дней назад Пекин фигурировал в слитых в интернет-отчётах Пентагона. Согласно неподтверждённой информации, якобы в конце зимы Китай одобрил тайное предоставление России летального оружия. Однако опрошенные ДВ-эксперты в этом сомневаются. И считают, на Западе об этом бы уже знали и ввели бы санкции против Пекина. Пока мы видим абсолютно другие кейсы. Как только становится известно, что китайские дроны появились на фронте, китайская частная компания выходит, публично извиняется, публично обещает провести расследование, как эти дроны попали на фронт. Ну то есть пока мы наоборот видим ситуацию, когда китайцы всеми руками и ногами открещиваются от подобных поставок. И пока не очень понятно. То есть, скорее всего, эти утечки, они как раз признаны на то, чтобы не допустить вот такого, чтобы не допустить поставок, они предупреждающие. Если бы у США или у союзников были реальные доказательства того, что есть какие-то поставки, вот они в количестве 1, 2, 3, мы бы наверняка уже увидели это. Скорее всего, встреча Путина или Шанфу — это игра на публику, считают эксперты. Москва показывает, что сотрудничество с Пекином углубляется, и она может вполне обойтись и без Запада. Не исключено, что в ближайшее время именно Пекин получит от Москвы оружие, а не наоборот. У России есть технологии, которых не хватает Китаю, считают эксперты. Мы знаем, что Россия поставляет в Китай с каждым годом всё более и более современное военное оборудование. Китай в этом очень заинтересован. И на фоне происходящего, на фоне изоляции России и отсутствия тех партнёров, которые у России были всё это время до 2022 года, здесь может Москва пойти на новые уступки в виде поставок каких-то вооружений, которые раньше отказывалось поставлять в Китай. От войны Китай во многом выиграл. Так, Пекин скупает российские ресурсы с дисконтом и активно продаёт Москве товары, которые ей больше не поставляет Запад. При этом в вопросах войны КНР продолжит занимать выгодную нейтральную позицию, считают эксперты. Пока Россия не смогла продать позицию «помоги нам, и ты получишь взамен что?» Что получит Китай взамен на то, что Китай поможет и этим рискует себя подставить от мировые санкции, в том числе экономические. Пока нет такого лота, который бы Российская Федерация могла предложить Китаю. Официальную позицию Китая по поводу войны на встрече с главой МИД Германии Анны Лены Бербак высказал её коллега Циньган. В конфликте России и Украины Китай не будет помогать оружием ни одной из сторон.